Крупными международными спортивными соревнованиями были отмечены в Тюмени минувшие выходные. Большой шлем собрал титулованных дюдоистов со всего мира. Эти состязания одни из самых значимых. Они открывают перед спортсменами прямой путь на Олимпиаду. Турнир прошел при заполненных трибунах. На праздники спорта побывал и наш корреспондент Вячеслав Мартынов. Тюмениц Мусама Кушков пока далек от пика своей формы. После операции он несколько месяцев восстанавливался. И этот турнир стал для него первым после травмы. Могло быть, конечно, лучше. Потому что, опять же, сильное желание выиграть сыграло свою роль именно за выход в финал. Более тактическая ошибка получилась. Именно связанная с таким большим перерывом. Успешно на турнире выступили японцы, выиграв шесть золотых медалей. Спортсмены других стран с трудом пробивались через гегемонию родоначальников дзюдо. Жоан Рамош из Португалии уже завоевывала в Тюмени серебро и бронзу. Потому что приехала в Сибирь только за первым местом. И вот 2015 год. Мне 33 года. И я как будто слышу внутренний голос, который говорит, ты должна стать матерью, ты должна уйти на время из спорта. И вот теперь я взяла золото в России. И я очень счастлива. Проведение международных турниров в Тюмени проходит как по накатанной. Отработано размещение спортсменов, питание, реализация билетов и, конечно, торговля с сувенирами. Здесь на турнире развернута бойкая торговля. Сувениры, спортивные костюмы, кимоно, футболки. Гран-при «Большой шлем Тюмени» и вот такой симпатичный талисман турнира. Зовут его «Татами Катасоболь». Тюменская область, принимая турнир «Большой шлем», решает не только социальные задачи. Крупные соревнования помогают привлекать инвестиции в регион. После таких турниров, в том числе это касается и дзюдо, у меня у самого уже просто был опыт, когда общаешься с инвесторами, и особенно если это люди, которые также интересуются спортом, и они где-то слышали и видели, что мы принимаем такие турниры, то мы вот уже разговариваем на одном языке. И нужно сказать, что вот тот эффект, который мы затем получаем, и те проекты, которые срастаются уже с точки зрения экономики, это все появляется гораздо быстрее. Во второй день турнира тюменцы вновь не остались без наград. Иван Воробьев выиграл золотую медаль, а Казбек Занкишин стал бронзовым призером. Вячеслав Бартенов, Антон Бригодницкий. Тюменское время.